Проект «Деловая молодежь Ямала» проводится в округе шестой раз. Он включает в себя семинары и консультации для участников, а также конкурсы грантов. Конкурс мини-грантов является заключительной стадией проведения муниципального этапа. Участниками проекта могут быть инициативные группы, молодые предприниматели, детские и молодежные объединения. Возраст участников от 14 до 30 лет. Презентация проектов проходит в каждом муниципальном образовании. Проект обязательно должен быть социально ориентированным и соответствовать основам государственной молодежной политики до 2025 года. Экспертная комиссия оценивает проекты по различным критериям. Разумеется, социальная значимость проекта, то есть как проект позволит решить ту или иную социальную проблему, его реалистичность, его логичность, то, насколько человек, представляющий проект, понимает его суть и говорит о том, что он действительно собирается делать. Первыми презентовали свой проект под названием «Яркий дом. Ученики седьмой школы». Суть проекта заключается в создании арт-объектов на жилых и заброшенных зданиях города путем красочного оформления фасадов и окон построек. Кажется, все просто – украсить дома и наслаждаться пейзажем. Но эксперты задали вопрос – обладают ли авторы подобного проекта знаниями о цветопсихологии. Также, оценивая работой, жюри учитывало наличие или отсутствие опыта у участников и насколько они компетентны в поставленных в проектах вопросах. Другой проект учеников седьмой школы под названием «Школа лидера» подразумевает проведение мастер-классов и тренингов для развития лидерских качеств у школьников. Проект готовился около месяца. Идея у нас возникла после форума самоуправления «Ямала» в ноябрьске. Ученики четвертой школы представили проект «Молодежь на голове». Он подразумевает проведение фестиваля для того, чтобы познакомить детей в возрасте от 12 до 17 лет с разными субкультурами. Всего 73 участника представили 18 проектов. Были и те, кто не в первый раз участвует в окружном проекте «Деловая молодежь Ямала». Я уже участвую в «Деловой молодежи» три года. И на самом деле это очень такой стартап для проектов. Максимальный размер гранта на окружном конкурсе – 150 тысяч рублей. В муниципальном же этапе – 30 тысяч. Грант в размере 10 тысяч рублей в Губкинском получили два волонтерских проекта «Доброе дело» и «Мягкая радуга». 20 тысяч рублей заслужил проект седьмой школы службы медиации. И максимальный размер гранта в 30 тысяч рублей выиграл проект под названием «Молодежь Ямала помнят», авторами которого являются воспитанники современника. Элиот Скопралов, Элиаквасов, Новости Губкинского.